Борис Владимирович, это какая-то необычная эпидемия. В этом году что-то особенное с гриппом? Нет, ничего особенного в этом году по сравнению с 2009 годом нет. Это эпидемия гриппа, с вирусом, который мы сталкивались в 2009 году и который нам знаком. Я надеюсь, что вы нам сегодня подробно обо всем этом расскажете. Программа района квартала приветствует вас. Здравствуйте. Сегодня об эпидемии гриппа говорим с Борисом Стуковым, врачом-инфекционистом городской поликлиники номер 54 Калининского района. Борис Владимирович, здравствуйте. Ну вот вы говорите о том, что вирус нам знаком. Тем не менее, почему в этом году такая паника? Я не думаю, что ажиотаж обусловлен действительно какой-то катастрофической ситуацией. Эпидемии гриппа, они имеют определенную цикличность. То есть и предыдущая эпидемия, как я уже сказал, была в 2009 году, выразванного, кстати говоря, тем же штаммом АНН1. Поэтому та эпидемия, она хорошо была бы очень проанализирована. На основании этого анализа, собственно говоря, к этой эпидемии мы подходим без какого-то там невероятного трепета. Мы понимаем, с чем мы сталкиваемся. Отсюда надо задать вопрос, почему, какие это пациенты. Каждый этот случай анализируется непосредственно уже в лечебном учреждении, откуда этот пациент был выявлен. И в больнице Боткина, или в другом инфекционном стационаре, где развернуты койки по гриппу. В первую очередь, ни один из этих 22 человек не был привит от гриппа. Вот это основная причина, которая, на мой взгляд, и способствовала заражению и такому тяжелому течению заболевания. Это первый момент. Хотя это вакцины у нас было в изобилии. Борис Владимирович, а угадали вы ли в этом году со штаммом? Потому что понятно, что прививка, она рассчитана на какой-то прогноз. Угадали, и в составе вакцины именно как раз имеется, в состав входит H1N1. А у вас в районе сейчас принимаются какие-то действительно серьезные меры по борьбе с гриппом и экстренные? Эти меры предприняты во всем городе. Значит, поликлиники перешли на работу в усиленном режиме. То есть они работают практически без выходных. А аптеки, в которых не хватает препаратов? А аптеки – это уже сфера, которая не относится к клиническим вопросам. Это фармацевтические, так сказать, отрасли. Но вот в вашем районе есть проблемы с лекарствами в аптеках? В нашем районе аптеки есть. Вот лекарства против гриппа есть. Но есть реклама, которая иногда и не очень обдуманные комментарии навязывают какие-то конкретные препараты. Это недопустимо. Назначение конкретных препаратов – это сфера деятельности врача. Самое главное, что нет аксалиновой мази и большие проблемы с ремонтодином. Я не думаю, что аксалиновая мазь и ремонтодин существенно в данной ситуации, именно в этом случае, существенно повлияют на развитие эпидемии. Вот о том, что повлияет на развитие эпидемии, о тех мерах продолжим разговор, который предпринимается сейчас в этой ситуации. Но продолжим мы его сразу после выпуска новостей городских районов. Петербург и Минск хотят договориться о расширении торговли. Восьмое заседание Совета делового сотрудничества Белоруссии и Петербурга прошло в Центре импортозамещения и локализации. Перед началом встречи губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков ознакомились с предприятиями города, которые работают с белорусскими компаниями. Граненачальник отметил, что совместный товарооборот в прошлом году составил около полутора миллиардов долларов. И это не предел. Есть большой потенциал для роста, тем более, что в 2014 году эта цифра была на уровне двух миллиардов. Необходимо вести речь о продолжении закупок белорусской коммунальной техники, пассажирских автобусов, электротранспорта. Эта качественная промышленная продукция себя уже хорошо зарекомендовала. В этом году истекает срок действия, подписанной четыре года назад программы сотрудничества. Сейчас идет сбор и анализ предложений для новой программы, которая рассчитана на 2017-2020 годы. В ближайшее время проект документа будет направлен на проработку и подготовку к подписанию. Какая судьба ждет пешеходную зону на Большой и Морской улице? Архитекторы и представители общественных организаций презентовали журналистам свое видение того, как нужно оформить пространство вестибюля Эрмитажа. Этот небольшой участок площадью 200 на 30 по сути связывает главную артерию Петербурга с его сердцем. Невский проспект и Дворцовая площадь. Еще недавно здесь была проезжая часть, но летом 2015-го Игорь Албин поддержал инициативу общественников движения «Красивый Петербург» и организовал пешеходную зону. Здесь установили скамейки и урны, но, как показало время, люди не восприняли изменения и продолжают передвигаться исключительно по тротуарам. А появившееся пространство теперь просто пустует. Подготовить возможные концепции развития этой зоны чиновники предложили активистам. Одна из задач – превратить участок из так называемого транзитного коридора в событийную интерактивную зону. В итоге получилось четыре взгляда на Большую морскую. Эту часть мы оставляем, которая здесь сохранилась. Фонари сдвигаем, фонари повторяем исторические, которые были. В противовес консерватизму – предложение другого общественного движения – наполнить Большую морскую своеобразными волнами из пластика и металла. В Петербурге мало возвышенностей и горок, поэтому решение сделать улицу холмистой, по мнению проектировщиков, будет воспринято горожанами на ура. Архитекторы даже продумали, как будут бороться с возможным наплывом представителей молодежных субкультур. Мы сделаем такое покрытие, чтобы, собственно, все скейтбордисты ролики просто ломали колесики там. То есть они, да, к сожалению, как бы приходится... В целом, все озвученные варианты предлагают разделить улицу на несколько зон. Транзитную, включая въезды во дворы, дорожки для коммунальных служб, туристическо-информационную со стендами и сувенирными точками, а также рекреационно-досуговую, скамейки и площадка для мероприятий. Тем не менее, денег на реализацию ни одной из концепций, по словам главы рабочей группы Евгения Бондурчака, нет. И сами активисты надеются лишь на Игоря Албина. Осенью, открывая первую зону платной парковки, вице-губернатор заявил, что с автолюбителей планируется собрать около 450 миллионов рублей, которые пойдут именно на создание городских общественных пространств. К годовщине снятия блокады музей Нарвских Триумфальных Ворот приготовил новую военную экспозицию. На выставке разместилось более полусотни экспонатов, посвященных фронтовой сатире. Основу экспозиции «Наш смех. Фрицу слезы» составили экспонаты музея Василия Теркина. Они проливают свет на интересные подробности биографии литературного героя. Для многих, я думаю, это будет просто удивлением и потрясением, что Вася Теркин – это герой еще финской войны, еще 1939 года. И, собственно, с тех пор, закончив воевать на финском фронте, он с 1941 года начинает воевать уже, участвовать в боях против фашистов. И вот обо всем этом мы рассказываем. Вторая часть экспозиции – открытки с карикатурами из частной коллекции известного филокартиста Владимира Ёлкина. Солдаты получали их от родных, носили в нагрудных карманах, поэтому многие из них были восстановлены с большим трудом. А посмотреть на разнообразие раритетных картинок можно до 20 марта. К новостям городских районов вернемся через несколько минут. Сейчас продолжаем беседу с Борисом Владимировичем Стуковым, врачом-инфекционистом городской поликлиники номер 54 Калининского района. Борис Владимирович, давайте про лекарства. Какие вы рекомендуете лекарства в этой эпидемии? Спектр противогриппозных препаратов достаточно широкий. Наиболее, можно сказать, заточенными именно под H1N1 являются препараты такие, как томифлю и релензо. Которых препаратов вот этих не найти ни в одной аптеке. Да, но я должен был бы перед названием прочитать выпуск «Метеоновостей», потому что у нас реклама препаратов запрещена, и могут ей распоряжаться только метеорологи, а не медики. Но вместе с тем, это не значит, что именно эти два препарата нам нужно назначать всем и каждому. И всем и каждому нужно их принимать для профилактики гриппа. Эти препараты показаны в первую очередь беременным, заболевшим гриппом, и людям с неблагополучным фоном смысле хронической патологии. Потому что если мы опять-таки вернемся к тем самым трагическим 22 случаям летального исхода, помимо того, что эти люди были не привиты, помимо того, что значительная часть из них обратилась существенно позже, чем следовало бы за медицинской помощью. «Подождите, я понимаю, помимо томифлюрии, лензы, есть всякие ремонтодины, кокацелы и так далее, все можно принимать, все подойдет. Но зачем мне вызывать врача, если все равно доктор приходит, спрашивает, как мои дела, какая у меня температура, и также на глазок, извините, назначает препарат какой-то из этих, а еще и на выбор, ну можете вот это, можете вот это. Он же не проводит диагностику. Я-то жду, что мне сейчас, я как человек, заботящийся о здоровье, надеюсь, что мне скажут, какой именно штамм вируса у меня, что вот у вас свиной грипп, а не обычный, сезонный, и вам надо принимать вот именно эти препараты, а не эти. Врачи этого не делают? Значит, я с вами не соглашусь. Первое. Врач, который осматривает пациента, он не просто приходит к нему поговорить, из дверного проема высунувшись, и спросив, как дела, помахать ручкой и уйти. Он пациента осматривает, он спрашивает его о жалобах, а это очень многое может прояснить в смысле диагноза, потому что диагноз гриппа ставится в первую очередь на основании клиника, подчеркиваю, клиника эпидемиологических данных. Грипп H1N1 имеет свою четкую клиническую картину. Например, какую? Например. Заболевание первое начинается остро, с высокого подъема температуры, с интоксикацией, то есть ломота в мышцах, в суставах, головная боль, а уже попозже присоединяются так называемые катаральные проявления. Это насморк и кашель, вы имеете в виду? Кашель, и уже в последнюю очередь насморк, который, кстати говоря, для гриппа не очень типичен. Вот больной будет в первую очередь на первых днях болезни жаловаться на ощущение царапания, першения в области гортани или загрудиной. Потому что первый удар на себя принимает верхние дыхательные пути. Вирус попадает в эпителий, разрушает его, накапливается в нем, размножается, выбрасывается уже в кровь, так называемая фаза вируса, и разносится уже по всему организму. Вы знаете, интересно получается ситуация. Я сейчас конкретно буду говорить про себя. По телевизору говорят о том, что срочно вызывайте врача, если вы почувствовали какие-то симптомы, недомогания. И то, о чем мы сейчас говорим. Заболел у меня ребенок, вызываю я врача. Приходит врач и говорит, ну что же, сейчас все болеют. Попейте детский анаферон, у вас все пройдет. Когда я начинаю врача прямым просто трясти, говорит, ну назначьте мне препарат какой-нибудь, ну посерьезнее, мне говорят, ну попейте это-то мне флю. А я говорю, а нет препарата этого в аптеках, что мне делать? Вот как в этом случае мама может защитить сама себя своего ребенка? В вашем конкретном случае я боюсь, может быть, вам просто не повезло с доктором? Начнем с этого. Я трижды вызывала врача, и было три разных доктора. И все были как на одно лицо. Все назначили разный препарат. Да что вы. Значит, здесь нужно четко понимать, что госпитализация имеет четкие показания. Вот, допустим, у человека заболел живот, это не значит, что на него хирург соскальпель накинется и будет удалять аппендикс. Правильно? То есть есть показания к операции. Точно так же есть показания к госпитализации и при гриппе в том числе. Понимаете, когда вызываешь скорую при болях в животе, первое, что предлагают, это госпитализацию. Это первое. А там разберемся, потому что они не могут оставить человека, у которого остро болит живот, дома. Я человек конкретный. И я не люблю говорить вообще. Я люблю говорить конкретно по конкретному случаю. Что для врача, пришедшего по вызову, на квартирный вызов, будет сигналом, что надо вызывать скорую, что надо госпитализировать? Надо госпитализировать. Значит, сигналы следующие, это мы уже сказали, наличие интоксикации высокой температуры, раз. Дальше, одышка, это два. Наличие геморрагического синдрома, то есть примеси крови в мокроте. Это могут быть носовые кровотечения, кровоизлияние. Это три. Это нужно посмотреть на кожу и слизистые, потому что при тяжелом течении бледность кожи наступает. Так называемый цианус, то есть синюшность. То есть это говорит о том, что есть острая дыхательная или сердечно-сосудистая недостаточность. И в такой ситуации, конечно, бороться на дому, это неправильно. Такой пациент должен быть госпитализирован. Вы сказали, что город всегда готов к эпидемии, заранее просчитывать, как они будут проходить. Но вот вопрос-то один возник в этом году. Почему же в аптеках такой недостаток лекарств? Наш автор Милена Сабельникова к нашей сегодняшней встрече подготовила специальный выпуск своей постоянной рубрики про цены. Обычно она ходит по продуктовым магазинам, но вот накануне Милена обошла аптеки нашего города. Давайте посмотрим. Пока эпидемия гриппа в Петербурге набирает обороты, население все больше поддается панике. Но серьезно, даже дозвониться в аптеке мне стоило немалых трудов. К счастью, все уже позади. Самое время узнать, где еще остались лекарства. И если остались, на какой кошелек. Начнем, пожалуй, с ремонтодина. Так получилось, что на него самые низкие цены. Поэтому, наверное, и разбирают. В виде таблеток препарат остался только в двух аптечных сетях. Применять его можно, начиная с 7-летнего возраста, в том числе для профилактики и лечения гриппа и оргии. Точно так же с 7 лет и для тех же целей используется и амиксин. Правда, стоит препарат в разы больше. Минимум 920 рублей. Отметим, что амиксин – противовирусное и иммуномодулирующее средство. Другими словами, помимо прочего, происходит и стимуляция организма к собственной защите. Выработка интерферонов – это такие белки, с помощью которых можно противостоять болезни. Мы подошли к центральной части обзора – гриппперон. Капли или спрей для носа? Спрея нет, ни в одной из сетей, я проверила. А вот капли нашлись в четырех местах. За них просят от 239 рублей до 270 с небольшим. Кстати, приятный бонус – у гриппперона нет противопоказаний для беременных и новорожденных. Так что, дерзайте, если не страшно. Продолжительность заболевания по идее должна сократиться на 30, а то и на 50%. Теперь перейдем к еще одному средству от гриппа – орбидол. Его разрешают применять с трехлетнего возраста. Бывает он в таблетках и в капсулах. Правда, везде, куда я звонила, таблеток уже нет. Что касается капсул, в идеале их можно купить за 202 рубля. А еще, я, возможно, вас удивлю, но на сайте препарата написано, будто это единственное российское противопростуденное лекарство, действие которого признана Всемирная организация здравоохранения. Вот так вот, запоминайте, орбидол еще есть в аптеках. Напоследок я оставила самое интересное. Томифлю – это лекарственный препарат либо в виде порошка, либо в капсулах. Считается, что он надежный помощник в борьбе со свиным гриппом. К сожалению, томифлю вообще ни в каком виде пока нет в аптеках. Однажды мне пообещали, что завтра завезут, но впоследствии ситуация не изменилась. На этом у меня все. Не забудьте, выбор аптечных сетей носил случайный характер. Ну а препараты сейчас выбирать не приходится. Лечимся от гриппа всем, что знаем и что удалось купить. Я желаю вам не болеть, а если это произошло, без проблем находить все нужные лекарства. Борис Владимирович, ну вот недешево нынче лечиться, недешево и болеть, как выясняется. И мы знаем, что многие ходят на работу до последнего просто потому, что, знаете ли, потом по больничному они получат значительно меньше денег, нежели они заработают. Надеются, что все обойдется. А как вы считаете, что в этой ситуации нужно делать? И не только самому заболевшему, но, наверное, его коллегам, его работодателю? Очень правильная постановка вопроса, потому что в первую очередь это относится к работодателям. На самом деле, человек, который больным ходит на работу, он, во-первых, подвергает риску себя, а во-вторых, он является источником инфекции для окружающих. А если он сам не больной, а у него просто контакт заболевшему, и в первую очередь для его же ближайших коллег. Вот давайте на моем примере. Я считаю, что я сейчас здорова, но тем не менее у меня дома болеют дети. Я могу представлять опасность для своих коллег? В данный момент... Как переносчик. В данный момент не только для своих коллег, но и для меня вы опасности не представляете. Потому что у вас нет никаких признаков заболевания, у вас нет ни катаральных проявлений заболевания, вот, а наличие контакта это совсем еще не значит, что вы заболеете. Почему? Ну, потому что, в общем-то, все мы во многом в течение нашей жизни сталкиваемся с теми или иными возбудителями, в том числе и вирусами гриппа. Но я вам открою один секрет. В тот день, когда заболел у меня ребенок, у меня была температура 37,5. Сколько дней назад-то было? Ну, она у меня прошла. Сколько дней назад-то было? Пару дней назад. 37,5 это не температура, характерная для гриппа, тем более H1N1. Поэтому я вас успокою. По крайней мере, на сегодняшний момент, я вам как специалист с достаточно большим стажем могу уверенно сказать, что вы здоровы. По крайней мере, гриппа H1N1 у вас нет. Ну, Борис Владимирович, ну, хорошо, вот у Наташи, допустим, развился бы насморк, серьезный насморк. Да, пускай это не грипп, но она все равно разносит некую инфекцию. Ей врач не даст больничный. А у вас нет температуры, идите на работу. Неправда. А насморк лечите параллельно. Неправда. Доктор, если он видит, что у человека есть клинические проявления заболевания, и человек работающий, и ему необходимы листные трудоспособности, обязательно его выпишет. А соцстрах как к этому отнесется? Я дала больничный, скажет врач по насморку. Вы знаете, что я вам скажу? По насморку больничного такого диагноза нету, насморка. Есть другие диагнозы, в частности ОРВИ с катаральными проявлениями. Это может быть синусид, это может быть разные заболевания. Мы говорим сейчас так, как бы вообще, вот опять-таки, я человек конкретный, как инфекционист, я люблю знать, что, как и зачем. А вообще рассуждать это как бы не в моей стихии. Но вместе с тем, как отнесется к этому соцстрах? Я должен переживать не за соцстрах, я должен переживать за моего пациента, за состояние его здоровья, в первую очередь, а не за соцстрах переживать, как он отнесется к этому. А есть смысл здоровому человеку надевать маску, она поможет? Поможет, конечно. Безусловно, поможет. Как работают, например, в инфекционных отделениях с воздушно-капельными инфекциями. Существует масочный режим. Каждые два часа сотрудники меняют маску. Потому что распространено мнение, что это бессмысленно. Нет, это не так. Это нет. Заражение предохранит. Нет, это предохраняет, потому что, опять-таки, аэрозольный путь распространения воздушно-капельных. Но, тем не менее, помимо маски, лучше всего еще надеть перчатки. Ездить в них в транспорте. Ну, тогда нужно, если по вашей логике идти, противочемный костюм не помешает. Поэтому все должно быть разумно. Понимаете? Поэтому давайте говорить о том, что должна быть маска. Если его можно было купить, я думаю, кто-нибудь обязательно. Да, больной должен быть изолирован. Помещения эти должны проветриваться. Должна проводиться влажная уборка. И чем чаще, тем лучше. Вот. Бытовыми, обеззараживающими средствами, которые есть в каждом доме, обычные, которыми мы привыкли пользоваться. Борис Владимирович, а, кстати, противочемный костюм реально купить простому человеку? Или это очень специализировано? Вы понимаете, в чем дело? Кому-то он идет, кому-то не очень. Поэтому это вопрос спорный, вопрос вкуса. Вы имеете в виду, в фасонах не походит. В модных салонах не походит. Вот. Ну, от бриони противочемного костюма я ни разу не видел. Хорошо. Сейчас у нас еще одна небольшая пауза и снова на новости городских районов. Вернемся в эту студию ровно через три минуты. Активисты общественного движения «Красивый Петербург» искали проблемы в озерках. Гражданская инспекция прошлась по горячим точкам Выборгского района. Ревизоры проверяли адреса, на которые местные жители жаловались в интернете. Сами проверяющие отмечают, что теперь инспектировать район может любой петербуржец. Нужно лишь скачать на смартфон специальную программу. Снимается фотография, загружается через приложение «Красивый Петербург». Подставляется адрес тип проблемы заявления, который выходит на комитет. В течение 30 дней ты получаешь ответ, после чего можешь уже выйти и проверить. В общей сложности ревизоры обнаружили около сотни нарушений в основном правил торговли. В частности, киоски возле трамвайных путей хоть и имеют все разрешения, но установлены слишком близко к остановкам. Все нарушения сфотографировали и отправили в комитет по благоустройству. Статистика прошлого года показала, что в местную администрацию каждый квартал через портал «Красивый Петербург» поступают более 600 подобных заявок. В 246-й школе Приморского района открылся первый информационно-образовательный класс. Теперь ученики смогут пользоваться фондом президентской библиотеки, не выходя из школы. В их распоряжении порядка 50 миллионов сканов. В основном на информационном портале представлены электронные версии книг по гуманитарным предметам. Специалисты говорят, с помощью новых технологий школьникам станет проще готовиться не только к сдаче ЕГЭ, Олимпиадам, но и к обычным урокам. Мы стараемся, чтобы предоставить наиболее полные, реальные, исторические, подлинные документы, на которых уже не надо искать источник. Открыть первый информационный класс именно в этой школе решили не случайно. Образовательные учреждения и президентская библиотека сотрудничают уже более пяти лет. Было решено пока три специальности, которые в первую очередь востребованы вот эти ресурсы. Это учителя истории общественного ведения, это учителя начальных классов и учителя русского языка и литературы. Такие информационно-образовательные школы с удаленным доступом к фондам президентской библиотеки разработчики обещают сделать в этом году еще в пяти школах Приморского, затем на очереди другие районы Петербурга. Кроме того, подобный научно-образовательный проект планируют реализовать и с другими городскими библиотеками. Провести время с пользой для души и Инстаграма. В лофт-проекте «Этажи» во время трехдневного фестиваля северных ездовых собак петербуржцам предлагали сделать фото с хаски, маламутами и самоедами. Можно гладить, трепать за холку, брать на руки. Главный плюс необычного фестиваля в интерактивности. На пространстве в несколько сот квадратных метров свободно разгуливают собаки с голубыми глазами. Главная тема второго фестиваля содержание северных собак в городских квартирах. Желающие завести дома такого пса должны помнить о том, что хаски, маламуты, самоеды собаки свободолюбивые и очень активные. Правила их содержания сильно отличаются от привычных пород. Для тех, кто все же решился на этот шаг, во время фестиваля читали лекции и проводили практические занятия по уходу за необычными питомцами. От новостей из жизни городских районов возвращаемся к актуальным вопросам про эпидемию гриппа. Борис Владимирович, для детей начального школьного возраста, в начальной школе объявлены каникулы сейчас на период эпидемии гриппа с 1 февраля. Но почему бы может быть в ситуации эпидемии гриппа не ввести правила, по которому и для взрослых будут объявляться своеобразные каникулы. Ну пусть мы не будем неделю выходить на работу, но зато мы сохраним здоровье. Больше проку будет. Как вы считаете? Я отвечу вам следующим образом. С 1 по 10 января у нас вся страна была на каникулах. В период таких каникул, люди не сидят, запершись на два замка, а как правило испытывают потребность к радости человеческого общения. Ходят по торговым центрам. Встречаются, ходят по торговым центрам, по различным развлекательным мероприятиям и так далее, и так далее. И это в свою очередь посутствует наоборот распространению инфекции. Тогда зачем школьные каникулы и родители все равно? Школьные каникулы. Во-первых, младшие классы. Младшие классы это совершенно разумно, потому что младшие классы как правило еще не сталкивались с той эпидемией 2009 года. Ведь, между прочим, если мы говорим о том, кто болеет, то болеют в большей степени дети. Примерно один к двум соотношения взрослые и дети. Но дети болеют легче, во-первых. Взрослые болеют хоть и реже, но тяжелее. Второе. Обратите внимание, на мой взгляд, по крайней мере, еще рано делать какие-то выводы, но в меньшей степени всего из детей болеют дети подросткового возраста. Которые, по всей вероятности, уже перенесли. Это начиная с 12 примерно лет. Совершенно верно. И старше. Которые перенесли, видимо, уже в 2009 году столкнулись с этим вирусом и переболели им в той или иной степени тяжести. И имеют, по крайней мере, защитные уже антитела. Мы все накапливаем по мере нашей жизни антитела. Семь лет так долго, и все равно антитела скроются. А иммунную память никто не отменил. Записная книжечка. Борис Владимирович, но тем не менее, вот те, кто о своем здоровье заботится и хочет быть четко уверенным в том, что у него именно грипп, а не просто ОРВИ. Он может куда-то обратиться и сделать анализ? Таких лабораторий несколько и не одна. Наиболее распространенные лаборатории, ну, это в больнице Буткина, это городской вирусологический центр. Туда, конечно, в маске нужно приходить. В городской вирусологический центр. Ну, вообще себе, ты представляешь, Наташа, температура 39,5, ты пойдешь сдавать кровь куда-то? Ну, хотя да. Кровь сдавать не надо. Это в маске. Вот, поэтому можно взять пробирочку и отвезти туда в матном тампоне. Если лаборатория, говорить, какие еще могут сделать, это, по всем видимости, это лаборатория института гриппа. Вот, это лаборатория центра санэпиднадзора на обороне 35. То есть, лабораторий таких много. Но есть вопрос в том, что это, понимаете, интерес-то такое чисто исторический будет уже иметь, понимаете. И потом, вы совершенно справедливо сказали, зачем человек терапевт с температурой 39 подвергать себя риску, сдавать этот анализ, ехать куда-то. Я считаю, что это неразумно. В эпид-ситуации, опять-таки, доктор, который с этим сталкивается, он прекрасно понимает, чем человек болеет. Возможности лабораторные есть. А если все-таки касаться детей, некоторые родители почему переживают, чтобы лишний раз ребенка не пичкать таблетками, которые 100% не помогут ему. Поэтому они хотят сдать ему анализ. Ну, кстати говоря, этот анализ, он платный или направление можно получить у участкового врача? Вы знаете, в чем дело? На сегодняшний день при той массовости заболевания обеспечить всех лабораторным обследованием такой возможности, я полагаю, нет. И необходимости такой нет. Если у человека крайний интерес, и вот он, как вы говорите, вот, а чем же все-таки я там заболел, переболел, и так далее, и так далее, такой интерес, конечно, человек может удовлетворить. Такие возможности лабораторные есть. Наверное, все-таки за деньги. По крайней мере, на сегодняшний день необходимости в этом я, например, не вижу. Борис Владимирович, ну вот уже последний вопрос, когда закончится весь этот ужас. Продолжительность эпидемии в среднем, вот по анализу многих эпидемий, это 4-6 недель. У нас сейчас идет четвертая неделя. Мы находимся, скорее всего, на пике заболеваемости. Как дальше будет формироваться ситуация, мы поглядим, но, скорее всего, это перейдет через какое-то время ближайшая вплата, и потом пойдет на спад. Поэтому, в целом, скорее всего, что эта ситуация разрешится где-то, скорее всего, недели через две. В общем, до конца зимы мы в любом случае с гриппом распрощаемся. Ну, несомненно. Но если есть возможность, лучше сидеть дома и никуда не выходить. которая иногда бывает, спустя месяц, гриппа Б. Но об этом мы можем поговорить позже, по мере возникновения проблемы. Хотели мы сказать, что вот нас обнадежил сегодня специалист, но пока, к сожалению, не можем. Я напомню телезрителям, что сегодня квалифицированную консультацию от специалиста мы получили, говоря об эпидемии гриппа, от Бориса Владимировича Стукова, врача-инфекциониста городской поликлиники номер 54 и районный инфекциониста Калининского района. Борис Владимирович, спасибо вам большое и желаем, конечно, вам здоровья, ну, как и нам всем, а и нашим телезрителям. Напоминаем номер телефона 644-06-11. Звоните нам в течение всего рабочего дня, оставляйте свои отзывы и предлагайте темы «Музыка»